Вам необходимо записать вот этот план действий. Мы действительно его проработали. То есть, знаете как, мы сняли, как говорится, мерки с того направления, которое было у нас в жизни. То есть, мы обобщили тот вариант, который даст вам результаты. И вам нужно просто поверить нам на слово и начать просто это делать. Итак, первый этап. Я рекомендую, чтобы вы взяли тетрадку и прямо это записывали. Даже то, что мы вам сбросим слайды и видео, лучше, если вы будете сейчас делать пометки. Смотрите. Цель первого этапа. Создание базы консультанта. Если вы действительно хотите стать бизнесменом, предпринимателем и миллионером в перспективе, то очень важно создать базу своих консультантов. Без консультантов на одних продажах вы далеко не уйдете. Даже если вы будете супер продавцом, может случиться ситуация, что вы заболели или уехали отдыхать. Значит, ваши доходы закончатся. Поэтому очень важно создать свою личную группу. Мы не стали здесь писать первую линию, хотя честно скажу, что первая линия должна быть у вас обязательно. Причем она должна быть состоять не из одного-двух человек и даже не из десяти, а в гораздо большем эквиваленте. То есть, ваша база консультантов должна составлять не менее 150 человек. Если вы зарегистрируете свою структуру 150 человек, и из них это будет большая часть или хотя бы половина этих 150 именно в первой линии, то у вас всегда будет база тех людей, с которыми вы можете работать. Это вопрос по поводу солнышком строить или в глубину. Если вы хотите зарабатывать миллионы и зарабатывать доходы самые высокие от компании Фуберли, то вам нужно создать базу 150 человек не в глубину, а в первую линию или во второе поколение, в третье, но это должна быть ваша личная группа. Вот смотрите, здесь мы предоставили вам пример быстрого роста. Смотрите, берем 20 баллов, это средний балл включения в стартовую программу. То есть, конечно, включиться в стартовую программу может быть и 15, может быть и 10, но в основном сейчас по тем показателям, которые дает компания, особенно в новогодний период, какие нужно делать заказы на 1900 рублей, или заказ, например, по первому шагу определенный сейчас идет, и в следующем будет тоже большой, это в среднем 20 баллов. Ваша база, которую вы зарегистрируете, 150 человек умножить на 20 баллов, это 3000 баллов. Это квалификация директора. Мы вам предлагали раньше варианты. Приведите 30 консультантов, чтобы они сделали по 100 баллов. Это 3000 баллов. Не каждый может сделать по 100. Хорошо? Вот вам вариант прекрасный, который дает возможность большой базы консультантов, которые могут просто пользоваться продуктом, потребители, и именно по стартовой программе получать подарки, и у вас уже будет 3000 баллов. Запишите это себе. Если это раскидать, вы хотите быстрого роста, очень стремительного, тогда берете 150 новых консультантов, делите на 3 недели. Это получается 50 новых консультантов в неделю должно у вас быть зарегистрировано. 50 новых консультантов делим на 7 дней в неделю. Это получается 7 новых консультантов в один день. Это даст вам стремительный рост и сразу квалификацию 3000 баллов. Это если вы хотите стремительно вырасти. Но в любом случае это мы написали максимальный пример. Вы можете сделать это, распределить на 2 периода. Тогда это будет уменьшение на 2. То есть если 7 консультантов в день разделить на 2, посчитайте, напишите, сколько это получится. Если на 2 периода разбить вот эти 150 человек. 7 консультантов разделить на 2, то в один день сколько вам надо будет приглашать за 2 периода? 3,5 человека в один день. Если вы хотите разбить на 3 периода, посчитайте 7 новых консультантов в день разделить на 3. Да, неопределившиеся, или я говорю, уши дополнительно к 3. Посчитайте, пожалуйста, 7 новых консультантов разделить на 3. Это если на 3 периода. Сколько получится в один день? Это и по распределению по дням. Посчитайте. 2 и 3 где-то консультанта. Да, то есть по сути 2 консультанта и дополнительно с кем-то вы поговорили. Если вы это на 3 периоды разобьете, то у вас получится 150 новых консультантов, которых вы включите в стартовую программу, и у вас получится квалификация 3000 баллов, квалификация директора. Трудно или легко? Как скажете, коллеги? Напишите мне. Как вы думаете, если вот смотреть по этим показателям, трудно ли приводить каждый день, не просто приводить в один день двух консультантов? Вы это имеете в виду, Анастасия? Напишите. Не просто. Напишите, кто еще может сказать. Сложно или нет? Легко, может быть. Смотрите. Может быть, непросто. Смотрите, как можно сделать. Вы можете взять и 7 новых консультантов разделить на 4 периода. Нужно потрудиться согласно. И может быть, где-то непросто. Просто нужно сделать определенные действия для того, чтобы их привести. Смотрите. А если на 4 периода 7 новых консультантов, то сколько это получить? 7 консультантов на 4 периода разделить. Сколько это получится в день? Напишите мне, пожалуйста, коллеги. Напишите. 1,7. То есть одного вы регистрируете, а с одним вы договариваетесь. Это знаете, как есть мультфильм для деток. Одну ягодку беру, за другой привлекаю, подсматриваю. Другую ягодку беру, за следующей подсматриваю. Смотрите, какой момент. Для того, чтобы привести одного консультанта в день. Что нужно сделать? Как вы думаете, коллеги? Что нужно сделать? Напишите варианты, где можно взять одного консультанта в день. Как вы думаете? Я вам дать информацию. Хорошо. А через что? Напишите, пожалуйста, через что можно дать информацию? Какие есть варианты? Реклама в любом месте, знакомых в интернете. А еще? Еще? Соцсети. Правильно. А еще? Оффлайн. Правильно. В оффлайне что еще можно? Правильно говорите. Что еще? Друзья. Правильно. Смотрите, почему я вас об этом спрашиваю. Мы, конечно же, дополнительно для вас сделаем еще обучение. Хотя у нас огромное количество обучений, где и что брать. Но в любом случае, смотрите, где можно брать новых консультантов. Есть два ресурса. Оффлайн на земле и онлайн. В оффлайне есть разные методы привлечения. Каталоги. Дарья давала шикарную тему. Каталоги. Есть возможность соцопросов, проведения флешмобов. Она вам давала эту тему методики в оффлайне. Она вам давала методы проведения, и это видео у нас есть на сайте, вы его можете посмотреть, в онлайне. Соцсети, беседы, инстаграмы, многое-многое другое. Также можно сделать это через рекламу. Важно понимать, не через что вы приводите. Важно себе поставить файл в голову не менее одного консультанта в день. Но если это входит в ваши планы. Если вы хотите стремительно расти и поставите себе план за три периода сделать квалификацию директора, тогда вам нужно просто показатели эти разбить, конкретно рассчитать, как я вам рассчитала. Это можно рассчитать и не думать, ой, как много мне 150 человек, боже правый, а думать о другом. Что я должна в один день сделать? И уже для себя расписать, через какой метод в этот день я буду работать. Может, в один день вы будете работать в оффлайне, то есть вы будете, например, сдавать каталоги. В другой день вы будете работать через соцопросы в оффлайне. Третий день вы, например, будете работать в онлайне и через соцсети. Вы будете, правильно вы говорите, правильно, нанимать, много-много что можно делать. Ресурс огромен, количество как приводить и материала огромное. Важно понимать, чтобы вы себе поставили этот план и сами начали себя контролировать, что в один день у вас должно прийти такое-то количество консультантов. Я вам рекомендую попробовать и взять себе за пример вот этот экстренный рост и прописать себе план 7 новых консультантов. У Дарьи есть шикарная тема, которую, я надеюсь, она четко даст. Или, например, мы пропишем, или она ее четко даст по обучению. Как можно 7 новых консультантов в день привести? Даша, я попрошу ее, но, может быть, мы вам просто пропишем. Для себя просто сделайте пометку, поставьте себе такой бешеный план. Поставьте, потому что это реально, честно вам говорю. Вот это реально. Это, знаете, это о том, когда я мечтала, я бедная и богатая женщина, я, ой, бедная, я богатая и успешная женщина, я зарабатываю 50 тысяч в месяц, а сама ехала в автобусе, меня пеняли и шпеняли и все остальное. Но это работает. Я вам честно скажу, у меня в день лично ко мне, в структуру лично ко мне, ко мне или к сыновьям приходят не менее 7 новых консультантов. Где-то это через рекламу, где-то через соцсети, где-то я просто с своими подругами встретилась. У меня просто стоит план на каждый день, сколько я должна зарегистрировать людей. И если у меня по этому плану что-то не хватает к вечеру, то я начинаю изыскивать какие-то другие ресурсы, другие возможности для того, чтобы этот план был выполнен. Поэтому, коллеги, попробуйте. Что нужно сделать? Поставьте себе такую задачу. Второе. Что нужно сделать после того, когда вы зарегистрировали новичка? Обязательно его включить в стартовую программу. И обязательно отслеживать по стартовой программе, как он движется. Об этом мы будем с вами говорить завтра на обучение, что должен знать, уметь и делать наставник. Я вам буду давать эту тему, как сделать так, чтобы ваш новичок обязательно включился в стартовую программу, а еще больше он начал двигаться. Третье. Обязательно из этой базы консультантов, извините, мои дорогие коллеги, что я называю иногда базой, но если подходить к этому как бизнесмен, то на самом деле вначале создается база, а потом вы являются потенциальные партнеры или вы являются потенциальные люди, с которыми вы начинаете общаться. Потому что изначально это получается как база. Потом вы уже там и фамилия, и личность, и человека, со своим характером и со своим взглядом на жизнь и со многими-многими факторами, которые каждый человек как личность. Это после того, когда вы уже начинаете знакомиться с этим человеком более детально, более четко, понимая, кто он и зачем он пришел. Поэтому следующий этап – это выявление потенциальных партнеров через личное общение и через их действия. То есть вы можете через общение понять, что человек пришел строить бизнес. Или вы можете, например, через действия. Например, есть люди, которые зарегистрировались, и они достают меня. Не я их достаю, они меня достают. А есть такое правило. Наставник достается тому, кто его достает. СМСками, письмами, вопросами. А Татьяна, когда мы с вами поговорим, а мне важно с вами пообщаться, а ответьте мне на этот вопрос – это действительно потенциальные партнеры. И те люди, которые вас достают, вы будете понимать, что эти люди могут действительно вместе с вами строить бизнес. Те люди, которые просто, например, пользуются продуктом, они тоже могут вас доставать. И вы можете их определить именно в определенное направление. Об этом мы будем говорить чуть позже. Важно из этих людей постоянно выявлять потенциальных партнеров, с которыми вы вместе будете строить бизнес. Следующий этап. Обязательно показать вашим партнерам, не всем 150 людям, а вашим партнерам, которых вы выявили, именно вот этот план действий, вот этот этап. То есть показать им эти шаги, рассказать им, что они могут сделать, и уже с ними вместе посмотреть, как это можно делать. То есть передать ту информацию, которую сейчас я вам говорю. Показать им эти шаги и включить их в выполнение этого плана действий. То есть они должны не просто услышать ваши действия, то, о чем вы рассказываете, а они должны повторить ваши действия, то есть дублицирование, повторение. Они точно так же должны начать приводить 150 человек в свою структуру, и точно так же должны расписать план своих действий, и точно так же начать делать, и точно так же выявлять, и точно так же передавать то, о чем вы с ними поговорили. Вот тогда будет у вас результат, потому что когда вы делаете только, когда мне кто-то задает, вы солнышком строите, если только солнышком, то просто очень сложно будет создавать, ну знаете как, вот бизнес, бизнес-партнерские отношения, потому что большое количество партнеров даст, ой-ой, сбой у вас в голове, потому что вам будет очень тяжело, но вы можете совместно с ними создать вот эту базу 150 человек, совместно со своими потенциальными партнерами. Пятый этап. Обязательно нужно с каждым из этих партнеров потенциальных разработать индивидуальные сроки реализации плана вашего партнера, то есть прописать пошагово и через что будет происходить. Это то, что мы с вами говорили в самом начале. Например, через сколько периодов он хочет сделать квалификацию директора, первую планку высокую в компании Faberlic. Расписывайте по количеству, расписывайте конкретно через что он будет приводить каждый период, то есть будет ли он работать в офлайне, или он будет работать в онлайне, или он будет совмещать два крыла, потому что два крыла дают больше эффект, честно вам говорю. Поэтому вам нужно с ним это расписать и уже пошагово смотреть, как он это движется. Коллеги, здесь понятно, потому что я буду двигаться дальше. Если понятно, поставьте плюсики, пожалуйста. Понятно. Отлично. Спасибо вам. Давайте будем двигаться дальше. Следующая картинка. Примите для себя решение. Вы к какому типу людей относитесь? Потому что существует два типа людей. Те, которые всегда собираются что-то сделать, и те, которые берут и делают. То есть получили они информацию от нас и пошли отработали ее, потому что информация работает 48 часов. Каждый вебинар, который вы посещаете, он работает, эта информация, всего 48 часов. И если в течение 48 часов, это двух дней, вы эту информацию не отработали, не запустили, не начали делать грош цена тому, что вы обучаетесь, то, знаете, будет у вас скоро горе от ума. Вы будете знать много, но результата будет ноль. Поэтому определите для себя, к какому типу вы относитесь. Если вы относитесь к типу, что всегда планирую, но включаясь очень тяжело, не через два дня, а гораздо позже, тогда, если вы хотите стать миллионерами, хотите стать бизнесменами и достичь квалификаций, пора вам этот принцип менять. Признайтесь себе честно. Эх, я такой. Поэтому все, начиная с сегодняшнего дня, работать по-другому, относиться вообще к бизнесу по-другому и делать все сразу же. Если вы второго типа, то я вас поздравляю, у вас процесс гораздо быстрее пройдет, потому что вы отрабатываете каждый вебинар, который получаете. Итак, двигаемся дальше. У нас есть второй этап, который важен именно в росте. Одно дело вы создали базу, другое дело вы начали выявлять партнеров. Но очень важно, цель этого второго этапа создание базы партнеров, потому что он может быть у вас, например, один лидер, и вы на него уделяете большое количество времени. У вас лидер вырос, вы остались в какой-нибудь директорской корзиночке или получаете очень маленький чек. Лидер у вас вырос прекрасно. А в какой-то момент может лидер вам сказать, да, ты знаешь, я передумар, у меня другие планы, я вот-вот тут на тебя обиделся, мне не подарили подарок, мне вот не дошло это, мне не начислили это, у меня вот это мне не нравится, и ушел. Вы потратили столько времени на этого лидера, на одного, вложили в него время, ресурс, свою любовь, свою душу, а он вам показал Кузькину мать, и по-другому я назвать никак не могу. Поэтому у вас должна быть всегда база партнеров, не один под другим. База партнеров я подразумеваю в первой линии. У вас должно быть несколько лидеров в первой линии конкретных, с которыми вы будете делать квалификацию. То есть вот эта база дает вам рост по квалификации. Не просто до квалификации директора, а квалификации старшего, серебряного, рубинового, бриллиантового, элитного, национального, старшего национального, и так до генерального партнера. Вот смотрите, коллеги, напишите мне, пожалуйста, как вы думаете, 12 партнеров, какая квалификация это? Давайте с вами порассуждаем. Кто знает, 12 директоров, какая это квалификация? Мне прямо от вас очень интересно узнать. Знаете ли вы это? Изучали ли вы маркетинг-план? Ага, Оксана, нет. Спасибо за ответ, но нет. Давайте порассуждаем. Давайте мы сейчас с вами научимся, как считать квалификации. Хотите? Я вас сейчас быстро-быстро научу. Прям вот быстро. Смотрите, кто такой директор? Директор, кто это? Кто такой директор? Сколько у него баллов? 3000 баллов. Спасибо. Теперь дальше. Когда у директора, да, происходит процесс, следующее становление. Старший директор, сколько у него баллов? У старшего директора сколько баллов? 5000. Или у него должен вырасти один директор. То есть 5000, это может быть его объем личной группы. Да, Дарья, спасибо. Или 5000, это ваших 2000, а его 3000. У вас вырос один директор. Кто такой серебряный директор? Это следующая планочка. Кто такой серебряный директор? Даша первая пишет. Даша, подожди, пусть люди допишут. Кто такой серебряный директор? Не знаете? Два директора. Спасибо, Оксана. Смотрите. Когда у вас появился один директор, вы стали старшим. Следующий еще один появился. Вы стали серебряным, и у вас два директора. Золото. Это еще один. Сколько получится у вас директоров? То есть по одному директору добавляется. Три директора. Это золото. Еще один директор добавился у вас. Это следующая квалификация какая? После золота. Рубиновый. Правильно. Смотрите. У вас добавляется по одному директору. Рубиновый. И вот на следующий, следующая квалификация. Вот от директора до рубинового директора по одному директору добавляется. А уже на бриллианта это нужно два директора, чтобы пришло дополнительно. Если у вас было 4 и плюс 2, сколько должно быть директоров? 6. Квалификация элитного директора. Понятно это? То есть вначале по одному директору, а потом два. Следующая квалификация. Отлично. Следующая квалификация у нас после элитного идет национальный. Ха-ха, понятно. Национальный. У национального директора сколько директоров? У национального 12. У национального директора 12 директоров. То есть у него добавилось 3 директора. Анастасия, вы подглядываете. Элитный 9, национальный 12. Все верно. Так вот, смотрите, если вы хотите, чтобы вы выросли до национального директора, вам нужно, чтобы у вас было 12 партнеров, которые пойдут к квалификации с вами вместе. Понятно? Поэтому, по первости, кто-то из 12 партнеров будет двигаться с вами и будет медленно двигаться. Например, в течение года он сделает директора. А кто-то пойдет быстро. И тогда у вас получается, смотрите, какой момент. Эти 12 партнеров постепенно вас выведут на разные квалификации, на рост. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас был рост мощный, то вам нужно обязательно двигаться и создать базу из 12 партнеров. Это могут быть вновь приглашенные люди. Например, вы можете привести сетевиков, людей, которые придут осознанно на вашу структуру. Вы можете привести предпринимателей. Вы можете привести бизнесменов. Вы можете привести просто лидеров, которые действительно пойдут. Но точно так же вы можете, помните, мы говорили, вывести с той базы консультантов, которую вы создали. То есть сформировать, понимаете? Или из тех сформировать, или дополнительно привести. У вас есть две возможности. И насколько вы хотите быстро вырасти, вы можете уже самостоятельно определиться по тем параметрам, по той структуре, которая у вас произойдет. Может быть, у вас структура будет одна потребительская, и поэтому вам нужно будет дополнительно приглашать лидеров. Может быть, у вас структура уже пойдет сразу лидерская. Тогда вам нужно будет именно там создать базу еще именно и потребителей, для того, чтобы у вас чек был выше. Поэтому вы вот здесь на этом этапе будете определяться, чтобы у вас было не менее 12 партнеров, потенциальных партнеров. Второй момент, что вы с ними делаете? Вы передаете план действий, этап номер один, который мы говорили в начале. Вы им расписываете детали, преимущества создания базы консультантов, мы об этом с вами поговорили. Может быть вы добавите свои еще какие-то результаты, но я могу сказать, база консультантов дает всегда высокий чек, и это можете записать себе, всегда максимальные доходы от компаний. Второе, это всегда можно выявить нового потенциального партнера, который пойдет с вами, поведет вас на новую квалификацию и сам сделает квалификацию. Если у вас этой базы нет, ну тогда я не знаю, тогда вы не хотите стать миллионером и хотите зарабатывать большие деньги. Это первое, что вы должны им объяснить, первый этап. Второе, показать им, этим партнерам план действий, этапа номер два, о котором мы сейчас с вами рассуждали, что движение по карьерной лестнице, что именно нужно иметь и 150 людей в структуре своей, и еще 12 партнеров обязательно. Только тогда будет уже именно и рост по квалификации, и именно высокий чек. То есть у вас получается комбинированная структура. Именно комбинированная структура дает вам большие результаты. Вы ему показываете второй этап партнерам и говорите, показываете инструменты по формированию партнерской базы. Ну а это у вас будут наработки свои уже, это у вас будет, есть у вас уже опыт общения и есть у вас определенное обучение, которое у нас есть на проектном сайте и то, что мы на вебинарах даем. То есть вы ему даете какие-то инструменты, но лучше если то, что вы попробовали сами, и оно у вас дало результат, это будет особенный момент, потому что вы всегда сможете ему помочь и подсказать, что вы делали и что у вас принесло результат. Следующий момент, четвертый. Вы ему предлагаете варианты, им предлагаете этим партнерам 12, варианты использования этих этапов. Один из вариантов, вначале сделать первый этап 150 новичков, а потом только вступить именно в партнерские отношения с кем-нибудь из выявленных или из новых. То есть вначале один этап сделать, потом сделать второй. Но есть и вторая возможность, он может делать оба плана одновременно, комплексно. То есть, знаете как, приходят к вам люди, вы понимаете, что человек пришел как потребитель. Соответственно, вы понимаете, что эти люди будут замечательными вашими, знаете как, консультантами, которые будут пользоваться, иногда может быть будут продавать, вы с ними будете общаться, вы будете направлять их в определенное русло. Но точно так же у вас и появятся партнеры, с которыми вы начнете работать уже осознанно и идти к квалификациям. То есть делать единовременно. Я делаю как, когда ко мне приходят люди, я сразу же на этапе знакомства определяю, вы пришли пользоваться или вы пришли строить бизнес. И тогда у меня сразу же происходит разделение. То есть у меня есть люди одного этапа, с которыми я общаюсь особенно, я называю их любимые мои консультанты. А вторые, это люди, они не просто любимые консультанты, это те люди, с которыми мы совместно делаем определенные действия. Они растут, и я вместе с ними расту. Так вот, вы можете предложить два варианта, и пусть ваш партнер выберет. Точно так же, коллеги, я вам рекомендую для себя выбрать, вы начнете действовать комплексно, оба плана сразу же, или вы начнете вначале один этап использовать, пробовать его, а потом только второй. Третье, здесь будет, ну вот, в этом четвертом этапе будет зависеть от вашего уровня компетенции, и от уровня вашего, знаете как, профессионализма, насколько вы действительно посещаете все вебинары, и насколько вы действительно идете в этом направлении. Или, возможно, у вас уже есть опыт в другой MLM индустрии, и вам это гораздо проще делать. Пятый этап, пятый пункт в этом этапе, разработать индивидуальные сроки реализации плана вашего каждого партнера. То есть прописать пошагово, через что он это будет делать, через что он будет приводить именно консультантов, а через что он будет приводить именно партнеров. То есть посидеть с ним и поговорить, порассуждать, есть ли у него знакомые в сетевых компаниях, есть ли у него знакомые в предпринимателях, есть ли у него знакомые люди, которые по жизни лидеры, может быть, они работают где-то на предприятии, но они не являются лидерами. То есть вот важно проговорить, как это удобно делать ему и как ему комфортно. То есть каждый из вас и каждый из ваших партнеров должны выбрать комфортный, удобный для него способ работы. способ привлечения в свою команду людей. Когда вам комфортно, и вы видите, что это приносит результат, тогда, значит, это эффективный рекрутинг. Если вам комфортно, но это вам не приносит результат, значит, вы действительно делаете, чтобы вам просто было хорошо. Но я тогда это назову «Тахта-телевизор-тапочки». То есть вы, в принципе, не хотите трудиться, не хотите куда-то двигаться. Все дается через труд. Как бы мы этого не хотели. Все дается через внутренние усилия, через затрату своих ресурсов. Например, я четко понимаю, что в течение дня, например, у меня настолько много звонков, много переписок, много нужно с новичками, нужно создать мероприятия. Есть какие-то еще свои дела семейные. Мне нужно где-то приготовить еду, где-то помочь маме, где-то помочь много разного, что происходит в моей жизни. И я понимаю, что у меня есть, например, какие-то определенные, нужно проанализировать структуру. Или, например, есть какие-то механические действия, сделать рассылку писем. Поэтому я иногда это делаю ночью. Да, я говорю, у меня ненормированный рабочий день. Но я понимаю, что если я это делаю, то это нужно мне. Это не значит, что вам это нужно делать. У вас это возникнет, и, возможно, вы будете где-то по ночам работать, когда вы будете понимать, что это вам нужно. Что вы понимаете, что если вы это не сделаете, то вы не достигнете тех целей, к которым вы стремитесь. И тогда это приносит результат. Потому что вы делаете не потому, что мне это нужно. Ну, например, вот Куряча сказала, надо это делать. Или, например, Даша сказала, надо это делать. Мой наставник мне сказал, надо это делать. Нет. Не потому, что ваши наставники говорят, а потому, что это вам надо. И тогда у вас действительно будет результат, если вы будете свой рабочий день планировать так, чтобы это было эффективно давайте посмотрим на следующий слайд очень важно развить себе мышление богатого человека именно вот это мышление она вот увидите дяденька с такой лампочкой над головой и он сидит прописывает что нужно сделать здесь как нужно сделать здесь как распределить свое время как нужно направить вот сюда ресурса как вот вообще успеть все 24 часа в сутки как успеть все вот это действительно у человека которого именно мышление богатого человека потому что он понимает что он хочет очень много он великих очуха и примите для себя решение важно стать хозяином своего бизнеса или надеяться на кого-то что кто-то подскажет кто-то кто-то подтолкнет кто-то пододвинет кто-то 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 дать волшебный пендель или кто-то даст таблетку которая хлоп и все решит мои проблемы вот определитесь для себя если вы всегда ждали от кого-то помощи значит вы не хозяин своего бизнеса потому что именно тот кто становится хозяином своего бизнеса он понимает я могу рассчитывать только на себя я могу рассчитывать только на свои действия и даже если вся моя структура не будет ничего делать или не захочет проактивная личность правильно говорите оксана да если даже все люди вокруг меня ничего не захотят сделать я все равно буду миллионером потому что я найду новых тех людей которые будут хотеть вместе со мной которые захотят стать хозяинами своей жизни вот если вы к этому будете относиться грамотно и действительно себе поставите задачу такую то тогда вашей жизни будут изменения громадные вашей жизни начнут происходить реальные события которые дадут вам бешеный рост и приведут к вас высоким результатом но нужно принять решение готовы ли вы действительно это поменять свои жизни давайте мы посмотрим следующий этап который необходим после двух которые были предыдущие и так третий этап что это такое цель этого этапа организация и управление потому что в этой позиции вы становитесь уже руководителем своей команды своей структуры поэтому для вас очень важно да запись будет мы делаем запись смотрите для вас очень важно на этом этапе разделить свои свою структуру маленькая на у вас или большая не важно и и необходимо сегментировать то есть разделить на целевые группы как это сделать первое первое очень важно определить какие целевые группы есть уже в вашей структуре то есть у вас есть вот маленькая или какая-то структура есть количество людей которые пришли в вашу команду очень важно понять какие целевые группы вашей структуре есть может быть если у вас потенциальные партнеры если вашей структуре продавцы консультанты если вашей структуре Если вы это распределите людей по этим целевым группам, то вам будет очень легко работать и двигаться вперед, потому что для каждой целевой группы вы будете давать именно то, что нужно конкретному этому человеку. Если у вас потенциальные партнеры, они хотят строить бизнес, и им в первую очередь необходимо планирование, целеполагание, прописание бизнес-планов, движение и конкретные действия, что они должны, расчеты и многое другое. Если это продавцы-консультанты, то с ними вам нужно расписывать, какой доход хотят, какому сроку, и тогда вы просто с ними прописываете, на какую сумму им нужно продать, сколько клиентов необходимо иметь для того, чтобы заработать эти деньги, которые они хотят. Это очень важно. Если вы это не прописываете для себя, то вы тогда не сможете прописать это для других. Многие говорят, ведь нужно делать всегда 50 баллов, какой ужас, или 100 баллов, какой ужас. Для меня это такой странный вопрос, потому что для меня 50 баллов и 100 баллов – это вообще не проблема. Почему для меня не проблема, и почему не проблема вообще для потенциальных лидеров? Во-первых, они понимают, что если не сделаешь 50 баллов, не получишь доход от компании. Если не сделаешь 100 баллов, соответственно, ты просто не попадешь, как Дарья вчера давала тему прекрасную, зачем нужно делать 50 или 100 баллов, какие преимущества от этого получаешь. Это первый момент. Зачем мы понимаем лидеры? Зачем нужно делать 50 или 100? Второй момент. Это не проблема, потому что есть продукты, которыми я пользуюсь. Об этом тоже мы давали тему огромное количество. Есть продукты, которые я люблю. Есть продукты, которые у меня заканчиваются. Почему я не имею права, что ли, себе купить? Я вообще говорю, когда мне мама моя говорит, ну, ей 82 года, и она мне говорит, ты столько себе покупаешь. Я говорю, ты знаешь, мама, я могу себе это позволить, потому что покупая в компании Фабурлик, я еще за это получаю деньги. Потому что, когда я покупаю себе, мне присваиваются баллы, а эти баллы, за эти баллы мне платит компания доход. Почему бы не покупать? Поэтому это первый момент. Я этим продуктом пользуюсь. Второй момент. У меня есть база клиентов, с которыми я работаю. И у меня всегда есть клиенты, которым звоню я, которые звонят мне, и говорят, Танечка, мне нужно вот это. Я говорю, без проблем. Все, мы договариваемся, я им приношу. Если вы создаете базу клиентов, вы имеете еще дополнительный доход, тот доход, который вы получаете на покупке своих продуктов. Почему нет? Прекрасный момент. А представляете, если к вам приходят продавцы, они могут получать очень быстрые деньги. Тем более на первоначальном этапе, когда вы двигаетесь, когда вы только начинаете расти, у вас нету того дохода, который имеют лидеры, крупные, директора. Поэтому продажи – это самые быстрые деньги, которые могут дать вам возможности огромные. Почему бы не поработать с каталогами? Раздаете вы каталоги, получаете заказы, разговариваете с человеком, вы хотите стать клиентом моим постоянным, или вы хотите зарегистрироваться, иметь скидку. Вы задаете этот вопрос, человек говорит, не, я буду вашим просто клиентом, вот вам доход, какие проблемы? Он говорит, а, я хочу зарегистрироваться, вот вам, пожалуйста, консультанты. Какие проблемы? Поэтому 50-100 баллов сделать это вообще реально. Поэтому очень важно научиться самому продавать, понимать, как это работает. Тогда вы сможете прописать программу для продавцов-консультантов, как им заработать деньги. Деньги заработать быстрые, как? Распишите. Если вы прекрасный продавец-консультант сами, опишите свой опыт, как вы это делаете, напишите, что вы делаете. И тогда вам легче будет приглашать продавцов-консультантов и рассказывать им об этом. Третья база – это потребители. Но есть люди, которые хотят просто пользоваться, ну пусть пользуются, но какие проблемы? Вы просто им даете информацию о продукте, о том, что лучше взять, какие есть акции. По сути, это те же самые клиенты, с которыми вы работаете, только они просто имеют скидку и они приносят вам баллы. Это те люди, которые пользуются сами, не хотят работать, они просто хотят пользоваться прекрасным продуктом. Это те люди, которые пользуются, получают удовольствие, дарите им подарки. Какие проблемы? Если вы загружаете потребителей информацией рекрутинга, а он хочет просто пользоваться, вы просто его спугнете. Если вы на него давите, на потребителя, а он хочет жить в комфортных условиях, значит вы просто-напросто его пугаете. Поэтому если вы будете давать дозированную информацию, ту необходимую для каждой целевой группы, тогда вы увидите, что результат ваш увеличится. Если все целевые группы будут в вашей структуре, то ваш результат сразу увеличится. Потому что если одна только целевая группа в вашей структуре, то бейте в колокола. Боже мой, не дай бог, если это будут одни партнеры, только лидеры, то вы будете иметь маленький чек. Да, вы достигнете квалификации, но вы будете иметь маленький чек. Если у вас будут только одни продавцы-консультанты, да, это хороший объем. Но в какой-то момент продавец-консультант скажет, что у моего мужа день рождения, мы уехали на месяц отдыхать. Все, ваши объемы упали. И если у вас будут одни потребители, то потребители могут в одном периоде брать, в другом они скажут, я не хочу. Поэтому очень важно иметь несколько целевых групп. Поэтому первое, вам нужно определить, какие у вас есть. Второе, вам нужно как руководителю определить, какие целевые группы добавить в вашу структуру. То есть каких у вас не хватает. Какие нужно прям вот прям привлечь конкретно и сделать, может быть, какие-то бизнес-предложения. Для этих конкретных целевых групп. Чтобы был у вас рост больше. И, но это нужно исходить из ваших целей. То есть, что вы хотите, придя в компанию Фаберли. Какие цели вы хотите достигнуть. Какому сроку вы хотите этих целей достигнуть. И тогда вам легче будет расписывать реализацию и рост вашей структуры. Тогда вы четко будете понимать, что вам нужно делать. Как хозяин своего бизнеса, вы будете понимать, что добавить, а что убрать. Что уменьшить, а что увеличить. Где ускориться, а где приостановиться. Следующий этап. Вот именно следующий пункт в этом этапе. Включить эти целевые группы в процесс обучения. Именно по целевым группам. У нас огромная база на нашем сайте, обучающем, проектном. Есть конкретно. По продукту это все для потребителей. Для продавцов по продукту и консультационные продажи. Там прям конкретно есть такой раздел. И там есть для вас обучение. Изучите его сами. Тогда вы будете знать, как говорить с консультантами и продавцами. По бизнесу это оффлайн и онлайн рекрутинг. И многое другое. Там есть составление бизнес-планов. Многие вообще это пропускают и не видят. А вам нужно более внимательно посмотреть на то, что есть на нашем сайте. Вы, возможно, что-то пропустили для себя очень важное. И тогда вы можете просто скопировать ссылочки для своих консультантов и для конкретной целевой группы. Составить эти ссылки. Вот для продавцов я вот эти ссылки продавец говорит. А я вот хочу узнать вот это. Вы хлоп ему ссылочку сбросили на наш проектный сайт. А он там его нет. Он подал заявочку, зашел по этой ссылочке и получил информацию очень в легкую. Понятно, о чем говорил? Смотрите, следующий этап. Понятно или нет? Поставьте, коллеги, плюсики. Мне нужно понимать, вы понимаете или нет. Хорошо, благодарю. Потому что мне нужно понимать, а вдруг я вас загрузила. Но вы же руководители. Вы пришли не просто так, поэтому мы с вами об этом говорим. Четвертый этап. Вам нужно обязательно контролировать объемы продаж. Каждый руководитель, даже бизнесмен, который линейщик, он знает, что существуют объемы продаж. У нас это в баллах. В баллом эквиваленте. Если ваш объем продаж вы не контролируете, то тогда грош цена вашему бизнесу. И важно контролировать по каждой целевой группе. Если это потребитель, то он должен обязательно быть в стартовой программе. Или он должен делать, например, по вашей акции, которую вы объявите для него, определенный объем. Если это продавец-консультант, вы понимаете, он запланировал себе заработать, например, 20 тысяч за период, а он всего лишь сделал 10 баллов. Или 20 баллов. И вы ему уже можете помаячить. Дорогой, ты хотел заработать вот столько-то денег. Ты понимаешь, что у тебя не получится заработать это? В чем проблема? Может, тебе помощь нужна? Может, какая-то подсказка? И именно вы контролируете эти объемы продаж, если ваша структура расписана. Если это ваши бизнесмены, партнеры, которые потенциальные, которые запланировали себе квалификации, вы смотрите по их плану и говорите, так, дорогой мой товарищ, ты сказал, что ты за период откроешь директора. Смотри, у тебя не получается. Давай посмотрим, в чем проблема. В чем проблема? Давай разберемся. Может, нужна какая-то помощь. Вы руководители вашей структуры. На первоначальном этапе вам будет это сложно. Мне было очень сложно, во-первых, взять на себя ответственность, не только за себя, но взять ответственность за вас, за всех, за всех моих консультантов, любимых, и взять ответственность и понимать, какие целевые группы у нас существуют и как делать. Когда готовили наш проектный сайт, мы очень долго, мы год разбирались, а что этим дать, этой целевой группе, а что этой целевой группе будет важно, а что добавить, а что убрать. И этот процесс продолжается, потому что мы хозяева своего бизнеса. Задайте себе вопрос, хозяева ли вы своего бизнеса. И пятый момент. Помимо контроля, знаете как, если вы будете только контролировать, но не будете мотивировать, значит, это будет авторитарное управление. Авторитарное управление возможно на заводе, когда стоит директор или зам директора, или там есть бригадир, который говорит, тебе нужно сделать вот такой план. Если ты не сделаешь, ты не получишь премию, получишь штрафы и вплоть до увольнения. У нас этого нету, потому что сетевой маркетинг – это бизнес отношений. Но если вы переходите в отношения по небратству, люблю, целую, пух, по-другому я сказать не могу, ну ладно, ну не сделаю, ну ладно, то не будет результата. Если вы переходите в авторитарное, так, я сказал это сделать, почему-то не сделал, то тоже не будет результата, потому что в основном в МЛМ приходят личности. И вот здесь важно найти золотую середину между контролем и между мотивацией, потому что если вы будете только контролировать, но не будете мотивировать и помогать своим консультантам, не будете им говорить, что, например, понимаешь, вот у тебя есть планы, ты хочешь их реализовать, давай, исходя из твоих желаний, из твоих потребностей, давай посмотрим, что можно тебе сделать, чтобы ты достиг этого результата. Мы поэтому и проводим эти интенсивы для того, чтобы помочь вам стартануть, помочь где-то, знаете как, вам, каждому из вас, кто сейчас находится на обучении, каждому из вас нужно хотя бы один какой-то шаг, то есть переступить какую-то планку, то есть есть какой-то стопор, и вы где-то находитесь в зоне своей, знаете, комфорта. Вам нужно выйти из этой зоны комфорта, и у каждого из вас своя она. Поэтому кто-то может боиться быть руководителем, зря боитесь, потому что если вы в ответе за тех, кого вы приручили, вы знаете, какое счастье, когда ваши люди начинают зарабатывать. Я просто кайфую от того, что когда увеличивается количество людей в моей команде, во всей моей структуре, которые начинают зарабатывать. Когда я вижу, что увеличиваются чеки у моей команды, у тех, кто зарабатывает, у меня особенное счастье. А когда они стоят на сцене, еще получают признание, или получают признание от нас, не только от компании, это, знаете, это невообразимое удовольствие, комфорта, радости за то, что ты не зря живешь в этом мире, за то, что ты не зря вот это все создавал. Да, будут сложности, не без этого, но, вы знаете, по-моему, построить дом сложно, это сложно, родить ребенка сложно, но зато потом какое-то счастье. Воспитать его сложно, но потом какое-то счастье, если вы правильно его воспитаете. Вот MLM-индустрия и ваша структура, это то же самое, что родить ребенка или построить город. Это то же самое, но если вы беретесь за это, вы точно получать будете не только дивиденды в деньгах, вы будете получать огромное количество энергии, удовольствия от того, что вы это сделали, и что вы хотя бы некоторых людей или большое количество людей сделали счастливыми. Поэтому цель именно организация всех процессов в каждой целевой группе, процессов продаж, организация процессов рекрутинга, организация процессов потребления, организация процесса обучения, организация процесса контроля и дубликации, организация процессов роста по квалификациям и огромное количество организаций вот этих процессов. Когда вы организуете эти процессы или хотя бы если вы этого не умеете, вы начнете включать своих людей в эти процессы, которые мы для вас организовали и начнете управлять этими процессами, хотя бы управлять тем, что вы включаете людей и потихонечку начинаете этап становления какой-то происходить в вас происходит, вы начинаете больше быть уверенным в себе, что вы это сделали, сделали маленький шажок, добились чего-то, супер, я рад себе, я это сделал. Следующий этап пошли, пошагово, постепенно, каждую минуту, каждую секунду, каждый день, каждый час, каждую неделю, каждый период, любое ваше достижение, даже хотя бы моральное, даже хотя бы материальное, это ваше достижение, это ваш рост, именно движение, чтобы стать миллионером, стать руководителем и осчастливить большее количество людей. Это третий этап. Коллеги, если это понятно, поставьте плюсики, я хочу продвинуться дальше. Понятно? Отлично, замечательно. Когда эти три этапа пройдут, то вы будете понимать, как вы можете управлять всеми процессами вашей структуры. Понимаете? Вы будете понимать сами, что не вами управляют, а вы управляете тем, что происходит вашими показателями, и денежными эквивалентами, и временем, и многим-многим другим. Помните, ваше время, оно в ваших руках. И если вы упускаете каждую минуту для достижения своих целей, то вы теряете это время. Если вы не управляете тем, что делаете сами лично вы, и не управляете тем, что происходит в вашей структуре, ну, значит, вам, знаете, пришло время. Если вы хотите действительно стать миллионером, и не просто миллионером, а именно стать успешным человеком, и действительно осчастливить большое количество людей, начните управлять вначале собой. Оксана у нас прекрасно давала тему управления временем. В пятницу она будет прекрасную тему давать. Лень, что такое лень и как бороться с ней. А это действительно управление своим ресурсом внутренним. Что нужно изменить? Ну, я не буду говорить, потому что Оксана нас опять, думаю, удивит своим обучением. Поэтому, коллеги, ваше время пришло, наступило. Вот в эту секунду запомните. Ваша задача создать базу из 150 человек и из 12 потенциальных партнеров. Ваша задача расписать это пошагово, для себя самого, самостоятельно, а не ждать, когда сделают это ваши наставники. Потом вы можете обратиться к наставникам и потом поговорить. Скажите, например, обратиться и сказать, «Дорогой мой наставник, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, правильном ли я направлению мыслю?» И ваш наставник с удовольствием вас поправит. Или, например, скажет, «Супер, ты правильно мыслишь!» Или он подскажет и поможет, куда двигаться дальше. Это только ваше решение.